Победить свое прошлое. Наш следующий сюжет о том, как бывшие пособники боевиков нашли в себе силы начать новую жизнь. Братья из села Арата Хунзахского района после выхода на свободу решили продолжить дело предков. Работают на мельнице и изготавливают лучшие каменные журнала на Северном Кавказе. Подробнее по тематам Ханапова. Теперь братья Магомедовы влечены иным, созидательным и благородным делом. Они содержат мельницу, которую теперь посещают люди со всего Северного Кавказа. Здесь для гостей и собственных нужд Магомеды и Алиасхаб готовят урбечь и молотят муку. А журнала, которые они изготавливают, считаются одним из лучших на всем Северном Кавказе. Вы сейчас довольны жизнью, которую вы проживаете? Ахамдуллях, очень довольны. Конечно, все родные видят каждый день. И людям могу помогать по всему Северному Кавказу, могу обеспечивать насчет мельницы. Ну, я думаю, что себя не буду хвалить, но из самых лучших измельников, среди них я могу стоять в любое время и починить, и делать, и реставрации делать. Помогать другим, говорят братья, они любили всегда. Да, но сейчас, прежде чем оказать кому-то помощь, сначала приходится поразмыслить. Однажды они помогли, что называется, не тем, и в итоге попали под уголовную статью. Я много помогал людям за свою жизнь, любил встречать гостей, и однажды это сыграло против меня. Принял не тех людей. Теперь стараюсь быть осторожным и разборчивым в людях. Все ошибаются, и я не стал исключением. Адаптироваться к мирной новой жизни, говорят, Магомед и Алиасхабы, им помогли сельчане. Глава аула сдал в аренду местную мельницу, а жители села всегда готовы поддержать братьев в благих начинаниях. Тюрьма и армия – это школа жизни для мужчин. Меня тоже она научила многому. Я переосмыслил некоторые вещи, начал лучше разбираться в людях, приобрел для себя новые ценности. Я прочитал за эти пять лет в тюрьме очень много книг, получил образование. Заключенным после освобождения всегда нужна социальная адаптация, говорят здесь, в Хунзакской администрации. От этого зачастую зависит, возьмутся ли ребята опять за старое или начнут новую жизнь с чистого листа. Вперва они как-то страхуют себя или как-то не вливаются в наше общество, да, и как-то смотрят государство, как будет на них реагировать, да. Ну, в принципе, мы даем знать им, что реабилитация, она, конечно, для всех должна пройти, да, и психологически, и морально, и материально, все. У них есть семьи. Поэтому мы готовы помочь им. Люди связывались с боевиками по разным причинам. Иногда это происходило по наивности или по незнанию. Поэтому многие эксперты считают, что шанс на исправление должен быть предоставлен каждому оступившемуся. К этому призывает и религия. Каждый человек, он совершает ошибки. И мы их не исключаем из общества. Мы всегда должны их поправлять. Никогда не поздно изменить свою жизнь. Мы пока живы. Те, кто умерли, похоронили, у них уже нет больше возможности себя, свою жизнь изменить. Пока после беседы с бывшими пособниками понятно одно – работу свою они любят и умеют делать. Рассказывают они братья с неугасимым энтузиазмом. Планы на будущее и есть. Младший уже нашел себе невесту и в скором времени планирует создать крепкую семью. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Хунзакский район.